здравствуйте дорогие друзья сегодня 26 августа я недавно анонсировал что буду приглашать людей политиков на канал для того чтобы обсуждать вопросы которые происходят в нашей стране сегодня в гостях на youtube канале известный политик Мухтар Аблязов руководитель движения демократический выбор Казахстана Мухтар рад приветствовать вас да добрый день здравствуйте ну первый вопрос Мухтар хотел обсудить проговорить событие которое произошло 21 августа это выступление султана Назарбаева после его долгого отсутствия хотел узнать от вас это мнение какую оценку дадите этому событию и думаю тоже свое мнение выскажу по этому поводу но 21 числа было организовано заседание полицейсовета партии Нуратан и Назарбаев использовал это мероприятие для того чтобы продемонстрировать кто в доме хозяин и раздавал пинки тычки указания учил народ как жизнь вспомнил что коровы дадут богатство нашей стране две коровы в общем он на самом деле четко хотел показать что именно он рулит страной он хозяин страны а Нихас Мужамар чтобы ни у кого не было сомнений собственно он пропал на два месяца и ну вы знаете же что все начали говорить наверно умер умер и Назарбаев мог в принципе картинку показать даже видео но судя по всему он был на лечении ну я знаю что он отдыхал обычно часто в летнее время отдыхает именно в Турции ну и наверное у него были проблемы со здоровьем потому что выглядел он неважно но и знаете как видно что у него определенно отсталость умственная вот знаете там даже такие замечания есть наблюдение что у него уголки рта один одна часть ниже чем другая но это говорит о том что у него в какой-то момент был инсульт по всему ну не совсем чтобы вот ближайший год наверное раньше поэтому последние несколько лет мы слышим от него всякие перлы когда он выдает вся страна лежит умирает и весь народ возмущает вот собственно вот эта ситуация была именно так построена он хотел показать что хозяин самом деле его осмеяла вся страна вот я считаю очередной провал его появление на публике я вот согласен с вами вот хотел да свое мнение тоже высказать считаю мне так кажется что 21 февраля произошло очень такое знаменательное событие оно с родни с событием которое произошло 4 февраля что произошло 4 февраля 4 февраля этого года но как помните помните это произошло несчастный случай в поселке коктал в этой временке заживо сгорели пятеро девочек да последствия какие были я на что хочу сейчас внимание аксортировать людей последствия значит случились это женщины многодетные матери они как бы по меня изменились в один момент изменилось сознание людей вот раньше же эти проблемы были же вот такие что женщин там им не хватало пособий им не хватало государственной поддержки мыкались они там да они где-то между собой разговаривали где-то там в домах на крупных да а вот после этого события произошел какое-то изменение этих сознания этих женщин да у них пропал страх у них пропала стеснительность да вот они вышли на улицы сплотились да сами сами как-то организовались и вот то что у них наболело за мной и годы вот этого что не там накапливалось эти все проблемы они высказали властям они бегали таким от них убегали в разных городах и в алмате ну в большей мере конечно это в астане и в алмате это проявлялось гонялись таза буквально акимами в итоге назарбаев увидев такую это нарастающую волну для того чтобы предотвратить сделал ход а я обычно применяю это шахпортную терминологию вот конец такой обманный отравил в отставку правительства мотивировкой тем что они якобы мало внимания уделяли многодетным материалам это хоть обманный был да трюк второй ход он сделал я что заметил он соответственно сам решил уйти в тень провел такую рокировку якобы он ушел с поста президента назначил тухаева такой его назначил с одной единственной целью назначить его молнии отводом потому что проблемы уже как снежный кон наваливаются на страну экономика возрухи назарбаев как никто другой знает положение с бюджетом перспективы как и ожидает и чтобы не связывали люди с его именем он тухаева сюда поставил теперь здесь вот приходя это переходя на эту дату 21 августа мое мнение вот такое что вот он вы правильно сказали он как по привычке всегда он раньше он обычно на неделю уходил он приходит бучку делает там давайте работайте здесь он полтора два месяца побыл ну смотрит слышит он там видит что там этот тухаев ходит как утка раздает там учителям два раза зарплату подниму зарабатывать какие-то дешевые политические очки комитет министра ничего не работает да и здесь он дает по своей старой привычке партийный избучку но здесь мне кажется вот раньше у него был талант ораторский да его главное такое качество которое множество хватает он мастер такого разговорного жанра он хороший этот оратор 30 лет это качество ему помогало войти во власть удерживать эту власть дурачить народ обманывать все время да здесь 21 августа удачу ему изменил я вот я с такой аналогией привел как бы помнишь в детстве смотрели мучилин такой мавли когда говорят выражение такое есть а тело промахнулся вот здесь его качество такое арабские ему изменили он ляпнул как бы верно сказали чушь понес чушь понес это читалось на лицах этих чиновников я видел лицо выразительное очень у шукеева как он смотрел слушал его ну и народ услышал да народ понял что кто такой глазах народа он рухнул с олимпа наконец он потерял уважение он потерял вес он не звернулся и теперь люди над ним просто смеются после этого дня я считаю что это на другой политический труп я теперь думаю вот ему как политику осталось недолго да он будет конечно управлять пытаться что-то делать но главное произошло вот это перемена в сознании людей они поняли насколько ничтожный человек управлял нашей страны и вот это его слова давай две коровы бери у меня кредит возьми и двумя коровами содержит семью это показывает полные вот это его ничтожество полная несостоятельность его как руководителя политика я хотел бы здесь отметить что вы сказали что вот у женщин матерей 4 февраля произошла смена сознания ну и собственно вы также сказали про 21 августа что вот он окончательно азарбаев показал что он уничтожен человек я думаю что это скажем преувеличение ничего в один день не происходит если говорить о матерях они не вышли потому что вдруг они сильно возмутились события такие связанные гибели людей сама власть опубликовала после того как произошло происходили и ранее и происходят и сейчас и происходили после того как дети семьи и сестр погибли пяти детей горели это мы видели поэтому на самом деле эти события ранее происходили другой вопрос в том что все это недовольство накапливалось именно мы люди которые работают в оппозиционном поле и собственно вырабатывали отношение к этой власти мы очень много рассказывали о преступлениях власти об их хищениях об их многомиллиардных богатствах будущих чиновниками они украли гигантские средства у народа и мы их реально показывали и вот возможность вот как сейчас мы с вами разговариваем youtube и в социальных сетях действительно показала обнажила реальную правду собственно получилось так что я не могу сказать что 4 апреля вот раз и все произошло но если говорить о даже о митингах протесты которые вот мы как бежене двк организовывали 10 мая вышли с требованием прекратить пытки освободить политические заключенных и так далее вот поэтому это такой процесс который многие работали разоблачали режим том числе и вы и это все привело конечно тому что народ начал активнее действовать не только по призыву политических организаций но и самостоятельно что и должно быть нормально это западных обществах люди так выходят сначала в одиночку потом организуется расширяется используются социальные сети и им даже никакие партии нужны это гражданские инициатива и то что у нас это произошло именно вот протест матерей это об этом и говорит что общество пробуждается и гражданские инициатива тоже развивается а если вернуться к назарбаеву вы говорили вот 21 августа вдруг он там потерял авторитет то он такой прекрасный оратор я назарбаева знаю лично с 93 года начиная с 97 года я с ним встречался регулярно когда возглавил энергосистему работал в правительстве могу сказать что никакой он не красноречивый абсолютно язык у него корявый что на казахском что на русском он говорит житейские простые слова при том очень примитивными фразами и когда он не был оратором он оратор выглядит только потому потому что другим рты позакрывал те кто может выступать активно говорить критиковать прямо обнажать показывать недостатки того что он говорит он их закатывал в асфальт сажал в тюрьму убивал и поэтому на фоне это как спорт на фоне рыхлых рыхлых людей он стал чемпионом на самом деле он из себя ничего такого не представляет ни ораторского мастерства нет я как человек который в экономике долгие годы работал его прекрасно знаю экономика ничего не понимает все что он умеет и пользуется властными рычагами преследовать любого кто как-то проявляется неважно где он в бизнес проявляется бизнес отбирает бизнес политики проявляются давит под себя встраивает заставляет на них на него лично работать писать бумаги речи как только он прекращает читать именно ему заготовленный текст отодвигает сторону все после этого вся страна лежит и умирает в сотнику это было не 21 августа это было всегда просто ранее средства массовой информации были тотально под его контролем они вырезали его промахи показывали только ту часть которой он читал или где-то он что-то такое сказал я трудно было кому-то оппонировать потому что газеты чьи были власти телевидение что чьё было власти появились социальные сети как только появились социальные сети Назарбаев вообще стал по-другому смотреть не 21 августа я помню в семнадцатом году он по тарифам по электроэнергии и по теплу сказал сказал что если тариф растут это хорошо таким образом инвестиционная привлекательность активов составляет при том что наши люди бедные это оказывается хорошо или там 500 тысяч заработную плату или не ешьте фуа-гра это же не так чтобы 21 августа он это говорил наши фуа-гра люди фуа-гра даже в глаза не видели и вот этот его эти перлы они постоянно последние несколько лет почему проявляют потому что в нашей стране начали работать социальные сети и что называется эти речи напрямую записываются и он выглядит что называется люди поняли давно как социальные сети заработали а король то голый тем более когда мы начали это разоблачать показывать все круче сейчас он уже не 21 августа он уже давно называется мы его раскрыли его сущность полностью поэтому он скажем обнажился не 21 августа значительно раньше просто он сейчас сделал ошибку большую ошибку потому что в авторитарной системе власть не делится был советском союзе брежнев все один политбюро никто не видел или хрущев или сталин или ленин или возьмите северную корею ким ир сен ким кен ир нынешние все больше нету все кто появляется убивается даже не несмотря что родственники вот это расстрелял своего дядю из пулемета потому что брата вроде там где-то достал даже да он там всех убивает почему потому что в авторитарной системе власть никогда не принадлежит ни второму не третье только одному теперь он решил хитрить и полу совет безопасности он как-то сбоку здесь президент над ним все нависает но это слишком сложно и наворочено вот назарбаева завтра не станет тебя власть автоматически переходит пока его автоматически и до ригу вот такой раз он его с должности должности сенатора снимает он же назначает указом и она уже не председатель сената а потом полицию направили бизнеса тюрьму посадили там у них преступление миллион поэтому вот это вся так называемая хитрая система построена персональным на на самом назарбаеве она данной ситуации не сознание людей не сознание чиновников не работает что он власть как только операционную отдал токаеву вроде бы он сидит у себя в кабинете но не может такая каждые пять минут звонить берите вот это можно сделать вот это можно сделать это не так не работает все равно у него какая-то степень свободы есть вот он уехал куда-то отдыхать ну там окружение сам уже назарбаев а давайте мы пар спустим пусть люди выходят на пищеты пусть там в регионах а давайте полиция не будет рог подождем посмотрим назарбаев приехал 21 августа накричал сказал вы что тут делали клевета давайте закон о клевете ужесточим давайте всех накажем отдавать социальные сети почему социальные сети вспомнил он даже не знает как пользоваться этими телефонами гаджетами вообще не знает он не знает как пользоваться youtube зайти он вообще социальными сетями не пользуется человек который вообще не пользуется сетями начал говорить а давайте возьмем блогеров бывшего слова блогеров давайте будем платить зарплату а кто работает в социальных сетях мы те все те кто разоблачает режим и показывает реальное лицо этого режима и призывает его сменить он беспокоен потому что хабар смотрит люди уже скажем когда выбора нет ну люди уже знаете что за безысходности фильмы смотрит так далее хабар до государства сми а в основном люди сидят в ютюбе еще где-то поэтому он понял власть проиграла информационном пространстве имея все ресурсы газеты телевидение все в его руках власть проиграла теперь он говорит давайте блогеров давайте наймем он напуган это 3 показала что назарбаев просто смертельно напуган поэтому он как-то самый старый медведь решил там всем раздать оплеухи чтобы все нам испугались на самом деле все посмотрели поняли он все окончательно ослаб коров рассказывает человек который вчера рассказывал про космос спутник говорил там мы будем летать вместе финансировать байконур построить курс все прочее вернулся коровам вот его реальное состояние реальное мышление и никому нельзя удивляться почему мы отсталая страна потому что наш президент как был пастухом так и остался то что он может делать просто люди они его возносили потому что работала разная команда людей много было продвинутых людей надо должное этим людям много было разных а когда они раз куда-то исчезли все превратились серую массу выясняется а король то голый вот вы сейчас произнесли слова что вот он был мастер там какие слова произносил не было этого никогда я работал в правительстве просто сейчас это видео у них записи есть у нас не было столько столкновения лобовы когда он произносил какие-то фразы на этом совещании или сразу мы подвергали вот молодые министры были жестоко его критики жесточайшие критики понимаете я даже просто вам ситуацию расскажу когда он макеты всякие расставил астаны полугодовая отсталость по пенсии пенсии не платили у меня ура жандосова там болгинбаева павлова позвал говорит я хочу вам похвастаться приходим к нему у него макеты стоят спрашиваю то что он как это астана 12 миллиардов долларов инвестировать город построить а бюджет страны 5 миллиардов долларов момент но все молчат но улицы были выразительные потому что начал на меня нападать говорит чего думаешь шоу с ума сошел свихнул все прочитал а я ему говорю слушайте вы чё тут чем занимаетесь мы тут думаем где деньги найти для пенсионеров а тут сидите с воздушные замки говорю пирамиду хеопса строить я ему говорю о мне кризисе уходит и приходит города остаются начал какие-то умничать нашего разрешения поэтому я вам просто говорю вот эта часть просто она спрятана мы всегда еще больше 20 лет знали корявый язык мышление ну как можно было так принимать решение строить столицу там в одиночку не имеет денег и так далее он просто раздел все регионы страны нефтегазовые отобрал деньги и хвастает я стану построил там дурак любой построить если деньги у всех отобрать степи было два города как минимум построить поэтому она это была это к сожалению это жалкий ничтожный человек плохо образованный не подготовленный и собственно мы в этой стране и живем именно поэтому лидеры страны не соответствует тем задачам которые стоят перед страной если мы стать хотим передовой страной то первую очередь лидер страны должен передовой команда должна быть передовая они все должны спорить открыто выступать он говорит выходить в социальных сетях говорите как они выйдут он и все сразу скажет ага ты на мое место стремишься хочешь симпатии избирателей получить поэтому он может тысячу раз говорить давай хасанжамар там акимы выходите они не выйдут потому что я прекрасно помню когда акимы свои плакаты вешали в регионах он на совещании акимов кричал вы что там мои там цитаты развесили страной хотите рулить я вас туда назначил рядом один смеялся чем он занимается он всегда такой был корявый никого не должен быть иллюзии понятно смотрите но мухтар вы в те годы видели потому что рядом были да я тоже ну как политику вошел сразу воник что почем я первым в своем заявлении недвусмысленно сказал дебилы то я относительно назарбаева и косым его емкое слово такое и очень хорошо характеризует и там же я просто ну вы верно заметили астана это первого победа до для бюджета страны для страны вообще я там же написал что он как ребенок на час-рочности сидит и строить свои грезы психически скорее всего неадекватные я так думаю вот мы сейчас кратикуем его может закратикуем если человек психически больной он даже по уголовным делам ответственности не несет теперь вот его заход вы правильно заметили он сейчас заходит в итоге руководителя партии на рутан это схема такая уже не новая схему реализовывал пытался реализовать серг сарксян когда у него заканчивался президентский срок он значит до окончания значит инициировал изменения законов чтобы полномочия больше перешли по премьер-министру используя ресурс он переизбрался премьер-министром армении но армянский народ сказал ты нас за руков не держи его выкинули наш сосед алмазбек а там баев тоже они все советские эти совок одинаковый такой зайдут во власть и держится пока их оттуда не выкинуть а там баев который себя позиционирует якобы демократом тоже за за несколько лет до своего остранения значит инициировал и провел законы которые усиливают парламент усиливают комитет это было и в следующем году у них сакашвили то же самое да вот в следующем году у них выборы и они должны были это а там баев войти туда и сесть назар баев сейчас заходит как такой оппозиционер он лидер партии сейчас и начинает всех критиковать там свою мертвую партию это фейковая партия это ну вы на этот счет тоже много раз говорили я в этом бане поддерживаюсь вот здесь я хотел бы чтобы мы обсудили сейчас тут ту политическую конструкцию которую выстроил назар баев потому что много людей питает иллюзии есть там малограмотные если у него там кто-то если его поддержать да если надо баев не будет я насчет этого высказался таким образом нигде в мире такой политической конструкции исполнительной власти нет есть кабинет министров рабочий орган председатель это премьер-министр и кабинет соответственно парламент его контролирует у нас кабмин рабочий орган на одним стояла администрация президента во главе с президентом и теперь назар баев в этом году создал или такой конструкции нет мире вот эта конструкция двух уровней она была с снг советском союзе а теперь ноу-хау назар баев он совет безопасности который контролирует и кабинет этот президентскую администрацию и эту это не рабочий орган вот людям как надо нам объяснить что никаких иллюзий питать не тухаева и при этой системе нет смысла вот ваше мнение хотел узнать насчет ну знаете это на самом деле здесь кстати говоря вы зря думаете что назар баев был оригинален он украл эту идею у китайцев дэн сиа пин когда ушел с ключевых позиций партии он оставил себе контроль над вооруженными силами над контрольно-ревизионными службами партии и возрасте больше чем 90 лет он умер и он считался реальным руководителем партии или там духовным лидером как вот собственно как в иране этого хамени да на эту да у него была реальная власть дэн сиа пина реальная власть и но он был действительно уважаемый человек потому что после смерти мао зуду на 80-х годах именно разворот начался китая резкий верх благодаря именно дэн сиа пину я вам скажу так когда я работал в правительстве девяносто восьмом девяносто девятом году это фактически за 10 лет китай так рванул завалил всех товарами и наши люди челночили весь мир челночил китайские товары за десять лет поэтому понятно авторитет дэн сиа пина был огромный не только внутри китая и за рубежом в этом смысле ему не даже эти все эти функции не нужны были супер там контрольные над армии все прочее он был уважаемый и и его уважали не просто в китае во всем мире у назарбаев этого нет ну кто такой назарбаев украл больше 200 миллиардов личное состояние страну использовал вот он уже рулит страну 30 лет самое элементарное носки одежду оба ничего не производится если взять промышленности ну не встали больше добывать но это не его заслуга просто цены выросли на ней и все начали больше качать нефти цинк металлургия вот ни один завод не построен три хитера завод как стояли только недавно их реконструировали 30 лет не могли реконструировать смешно поэтому у него авторитета нет ни за рубежом не внутри страны и он думает это все прикрыть сильными рычагами хорошо он это сделал вопрос в том что это может быть работало бы если бы он был помоложе лет на 15 ему скоро 80 лет будет это же конструкция на построена для него одного пока он живой но что он хочет сделать он же хочет власть передать дорогие назарбаева членом своей семьи он хочет сохранить свой капитал то есть он стоит сейчас одной ноге вся семья назарбаев стоит на одной ноге вот он умер все им конец чем поэтому эта конструкция вот с точки зрения тех задач которые он перед собой поставил лично уже не рабочие если на дорогу поставить председатель совета безопасности ну пусть попробует это тоже не работает дело в том что вся эта верхушка политическая она элита так называемая в кавычках говорю эти люди преданы лично назарбаеву они в различных войнах не будут участвовать пока назарбаев живой потому что они с ним партнеры по бизнесу встроен разные схемы коррупционные разные они именно с назарбаев встроены но если завтра на его место придет дорога это другой партнер это другой человек вы знаете в авторитарных системах что все строится на личном качестве на личном отношении именно на нинка системно вот человек убрал все это уже не работает понимаете поэтому нынешняя система она не будет работать в принципе только потому что ему уже почти восемь лет значит нам все подсказывает что эта конструкция раз неустойчивая вся семья это видит все в окружении тоже это видит он на короткий период будет кричать топать ногами выглядеть беспомощным смешным да такая действительно мебель будет подчиняться будет исполнять голову не поднимет ничего не сделать но как только его не станет он сразу раз и все пойдет вверх ногами поэтому эта система временная он ее построил через какое-то время сдвинуть такая поставить на позицию эту даригу назарбаеву но все замеры общество мнения показывает что если поставить сейчас даригу то дело кончится очень плохо для него все эти процессы мухтар вот я извиняюсь перебью ты не надо ему надо так говорить наоборот он стоит перед дилеммой мы должны подвинуть как быстрее пока карты в руках посади даригушу посади а потому что все же внезапно может случиться сейчас вот это у нас мы же с улбеками у нас много общего пример помним же сейчас там пьет где-то баланду а видите а ну что там надо посоветовать чтобы даригу быстрее посадил а не он знаете как решить эту дилемму и так на него самая дарига оказывает давление потому что она то считает что он справится справится там еще кто-то наверно подсказывает да вот что надо даригу поставить они все живут в ожидании что вдруг что-то случится поэтому даже без нашего влияния он все равно будет стараться поставить даригу как можно быстрее просто он ловит момент момент заключается и здоровья и там разных факторов момент ненадежная она вообще в принципе в том виде который она сейчас она супер ненадежные нерабочие поэтому он будет стараться ну как минимум до конца года наверное вот в этом мое мнение такое все равно такое что 21 февраля это событие такие мне кажется это значимые да да вы видели я видел но большинство народа вот сейчас прозрели будем так говорить да смотрите мое мнение опять же после 21 февраля когда он так то есть августа вот его года на зарубая когда такой ляк допустил ляк допустил да теперь мне кажется он вошел ситуацию субсванга и я полагаю каждый его шаг каждое его действие будет вести к ухудшению его положения потому что уже люди когда смеются массово это раньше ланта блогер выхватил вашу шутку мою а сейчас массово там прямо люди миллионы смеются это уже выказывает что ну так презрение к нему все он как вот я просто слова даже сейчас киплинга привел бы когда вроде бы это про мультфильм сам киплинг комментировал этот эпизод с промахом следующим образом имеется ввиду когда актила промахнулся когда вождь стаи промахиваются его зовут мертвым балком хотя он еще и жив потому что жить ему остается недолго я имеется ввиду политическом плане теперь вопрос который хотел бы обсудить сейчас у нас по времени как 3 минуты предстоящие парламентские выборы мы уложимся на минут 10 на я думаю да ваше мнение хотелось бы услышать это парламентские выборы видно что они не за горами когда он рассказывает сказки что двадцать первом году надо помнить что в феврале этого года он говорил что досрочных выборов президент не будет а через месяц уже у вас ушел в оставку поэтому досрочные выборы безусловно будут и он хочет просто закрепить эту позицию депутатами которые еще более лояльны спрашивается они уже совсем и разве что прям на виду всех не ползает и не целует ботинки но им скажешь они это сделают теперь я даже конечно в задумчивости какие у нас еще есть депутаты круче чем эти которые так что сделают да видимо есть и дорога хочет именно свою команду завести парламент и на какие-то ключевые посты это же процесс подготовиться надо поэтому для нее там видим открывается вот она хочет завести своих людей и выборы состоятся но это ничего не даст потому что от парламента ничего не зависит вся власть в руках у назарбаева и что он там одни кукол поменяет на другие куклы эти куклы чем хороши завтра они где увидят где сила да и без перебегут первых ряда чем слабее чем тупее чем подлых людей он туда наберет а вот так эти наберут хочет набрать они есть тем быстрее когда режим начнет ослабевать тем быстрее перебегут на сторону народа и будут уже вытаскивать народные законы инициаторами будут все прочее поэтому это ему не поможет что на ваш взгляд сейчас должны делать люди которые борются с режимом да есть политические силы да вот главные ведущие силы это ваша организация которую вы возглавляете демократический выбор казахстана есть это ну я заявил об открытии своего движения есть не движения есть какие-то силы если это люди которые они политических организациях не состоят но тоже хотят добиться перемен как вы считаете вообще вот если использовать военную терминологию в принципе я эту тему не раз говорил что я считаю что происходит война назарбаев захватил власть воюет со своим народом закон на себя переписал это силовые структуры правоохранительная система полностью работает на удовлетворении его интересов мало того это в июне месяце я оставил как раз видео в парламент был запущен законопроект о том чтобы армия значит это участвовала в охране этого илбасы генеральный штаб начальник генерального штаба чтобы входил занимался обеспечением безопасности назарбаева к чему я клоню мы боремся вот вы начали да давно боретесь подключаются люди люди подключались некоторые потом происходило что власть их как-то нейтрализовала кого-то подкупает кого-то какие-то рычаги находит может на родственников давит кому-то какие-то может предлагает да как бы то ни было назарбаев это командование да будем еще есть стратегическое планирование есть тактические стратегическое планирование происходит с администрацией президента и тактические задачи ставятся разные там работают по двк по внедрению этих фейковых партий блога сферу берут там много тактических с нашей стороны получается каждый сам по себе и в этой связи есть мысли вас какие что вот попытаться скоординировать мое мнение вообще было бы желательно открыть штаб какой-то да на подобие военные терминовые сисходы чтобы координировать работу как считаете возможно это невозможно имеет смысл не имеет ну здесь видите мы говорим что создали разные движения я еще раз хочу подчеркнуть именно движение партии потому что мы все должны отталкиваться от тех классических определений которые существуют что такое партия что такое движение так вот партия обычно обязана участвовать в выборах ну выборах президента парламентские выборах ну а если мы объявим о создании партии понятно что нам не зарегистрироваться поэтому мы не являемся в классическом понимании партиями мы являемся движение движение могут входить разные люди даже представители разных партий даже партии могут быть движение то есть движение более шире по смыслу чем партии и цели задачи они могут быть разные по сути дела объединить разных людей разными взглядами и какие-то цели задачи объявить главными если говорить о нашей стране главная наша задача является смена политического режима отстранить от власти султана назарбаева и всю его политическую верхушку на всех уровнях власти вот это нас должно объединять и не зависит от того как называются наши организации кто является ну реально лидером оппозиционного процесса не имеет никакого значения имеет значение следующее мы должны для себя выбрать главную цель если это нас разделяет это мы не можем обединить если это нас объединяется мы можем обединиться объединиться это не значит что слиться все в одну организацию да да обединиться это мы все с разных сторон бьем это знаете вот стоит мишень кто слева кто справа до сверху снизу то поцарапал то туфельку ударил поэтому по этому режиму нам нужно бить с разных сторон и ради того чтобы этот режим был отстранен от гонконге показывает полицейские там стоят на них этот молодежь слева справа налетает с палками с дубинками еще-то кидает зонтики там вроде полиция весь он такой вооруженный оснащенный а тут пички слева справа сбоку они бегут вот здесь мы должны предвидеть того самого добиться наша в обществе сейчас проснулись разной силой матери молодежь разные общественные объединения создают даже неформально не регистрируется но все против режима поэтому если это нас объединяет мы должны действовать объединенными усилиями проводить массовые митинги цель смена режима проводить какие-то акции бить по режиму разоблачать режим делать все чтобы ослабить режим и в конец счете сменить а затем даже если у нас разные взгляды допустим я знаю что наших рядах есть люди коммунисты нет вопросов есть люди там как их называют нас под нацпатриотами нет вопросов разные мы отстраним режим временное правительство на короткий период максимум полгода возглавит власть и далее мы дадим возможность зарегистрировать всем свои политические партии и затем эти партии выходят и начинают набирать сторонников борются за места в парламенте затем это парламентское большинство формирует правительство должность президента мы ликвидируем я сейчас вижу что основная масса те что потенциально может с нами обедниться они все говорят до парламентской республики я еще не знал не не знаю никого который бы заявлял что он противник режима который бы сказал мы хотим президентскую форму правления все говорят парламентская форма правления значит мы уже в этом смысле имеем единые взгляды второе все говорят что режим назарбаев должен быть сменен это главное поэтому я считаю что по основным моментом у нас достаточно мотивов чтобы действовать вместе согласованно собственно вот мы сейчас с вами разговариваем мы видим разговариваем потому что у нас есть взгляды по основным позициям схожие совпадают мухтар вот смотрите я еще раз таки акцентирую вопрос можем же ли мы организовать нечто подобное штабу для того чтобы координировать действия наших коллег было много споров да вы были какие-то шероховатости где-то там критики но в принципе это казахская пока я не верю это предыдущий то самое что всех в одну кучу слить это не сработает я думаю что вот на уровне индивидуальных контактов на поддержке взаимных инициатив это лучший способ взаимодействия Ваше мнение такое. В принципе, понятно. Ну, я думаю, может быть, имеет смысл как-то это обсудить или говорить на эту тему. В принципе, вот обозначенный лимит мы уже перешли. Я думаю, на этом эфир все очень закончится. Вопросы, которые мы планировали, мы их обсудили. Если будет возможность впредь, много вопросов для общества очень важных. Это в числе главных. Я считаю, сейчас много фейковых движений создает эта власть. В следующий раз можно обсуждать эфир. Да, вот это стоит на следующую эту тему. Нам надо просвещать людей в части политических, политпросвещения. И, конечно, тех людей, провокаторов надо нам выявлять, объяснять людям, что за ними, чтобы они не шли, не заблуждались. На этом я предлагаю, Мухтар, закончить эфир. Хочу выразить вам благодарность, дорогие друзья. В гостях нашего канала был Мухтар Аблязов. Послушали, сделайте выводы. Если вопросы есть, можете здесь. Думаю, Мухтар на своих каналах тоже выставит разговор. Обратную связь нам надо наладить. Народ политиками пытаться вот так вот разговаривать, дискутировать. Я надеюсь, это, Мухтар, еще раз и не раз будем встречаться. Важные вопросы обсуждать в интересах и вашего движения, интересы, главное, народам Казахстана. Всем всего доброго, дорогие друзья. Всего хорошего. Рахмати еще раз, Мухтар. До свидания. До свидания.